Фиалка 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 Миссия Миссия Не знаю как правильно Миссия Миссия Будем назвать ее Миссия Шанель Миссия для меня Это знаете Вот такая вот фиалка Которую я считаю Лично я считаю По моему мнению Именно эталонной фиалкой Это та самая фиалка Которую я вот Люблю в парфюме И которую я Хотел бы найти Как много Как можно больше Вот именно подобного направления Я узнаю только Вот эту вот миссию И есть Был у меня Вот Леванте Еще один аромат Это Серж Летанс Буате Виолет Ну или Виолет де Буате То есть там Такая вот Постановка Слов у него Это вот Две таких вот фиалки Для меня вот В похожем духе В похожем направлении Если говорить про миссию Это Фиалка альдегидная Чуть фруктовая Прежде всего Конечно Нота личи Чувствуется И в целом Это запах Для меня По крайней мере Запах помады Такой вот именно Помады Как у меня Мама пользовалась В моем Далеком Бурном детстве Когда мне Наверное было Года 3-4 Раньше Знаете что Было модно В те годы В 90-е годы Наносить Какой-нибудь Такого темного цвета Помаду Ну вот У мамы Например Была коричневая Так как вроде Там бордово-коричневым Каким-то оттенком И при этом На тон На два тонна Темнее Все это Подводить Карандашом И вот Те вот Ее помады Они пахли Именно Вот так Как Вот Эта Самая Миссия Прямо Настолько Четливо Помню Тот запах Потому что Мне всегда Нравилось Именно Запах Помад И Был даже Такой Случай В детстве Я их Ел Всегда Мама Мне Сильно За это Ругалась Но Было Сожрано Очень Много Таких Ее Всяких Разных Любимых Помад И Поэтому У меня Ассоциация Прямо С этим Ароматом Идет Именно С детством Потому что Это Запах Тех Самых Помад Которыми Пользовалась Мама Я даже Помню Они были Знать Вот Таких Интересных Черных Фрутлярах И Как Сейчас Мне кажется На них Было Написано Вроде Бы Кики То есть Ну Как То Так Не Знаю Может Я Ошибаюсь В общем Это Для Меня Запах Именно Тех Самых Помад Родом Из 90 И Еще Я Говорю Был Есть Ну Наверное Уже Был Скорее Снятый Аромат Блада Виолет Который В духе Этого Аромата Не такой Легидный Не такой Фруктовый Там Подчеркнута Нота Фиалки За счет Тревесных Нот Прежде всего Там был Кедр Насколько Я помню Следующая Фиалка Которая Есть В нашем Арсенале В нашей коллекции Есть У нас И в старом Флаконе Но я решил Взять Наводил Потому что Старый Флакон Без крышки Как-то Нарушать Красоту Мне хочется Показывать Тестер Это Фиалки Сладкие Сладковатые Леденцовые Многие сравнивают Даже на программчике Пишут Что Как Леденцы В железных Коробочках Монпансье Как-то Так Называются Наверное Я соглашусь Это Сладкий Густой Аромат Вечерних Местами Наверное Каких-то Драматических Фиалок Прекрасные Прекрасные Стойкие Безумно Стойкий Аромат Что в принципе В этом Флаконе В челкане Что в старом Флаконе Плюс Есть еще Интересная Тягучая Медовая Нотка Именно В старом Флаконе Здесь Такой Медовости Нет Здесь Больше Леденцов Сладких Фиалок Каких-то Не знаю Густых Таких Сочных Ягод Вроде Малины Наверное Хотя Не помню В пирамиде Есть Малина Или нет Но Нечто Похожее Вот Именно Красные Какие-то Ягоды В этом Аромате Чувствуют Присутствуют И Вот Они Именно Эти Ягоды За счет Своей Ягодной Кислотности Кислинки Разбавляют Излишнюю Сладость Чтобы Он Не Был Излишне Каким-то Плитерным Хотя Многие Кстати Не любят За его Душность Наверное Вообще Многие Люди Не любят Фиалку Потому что Они часто Бывают Душными Следующий Аромат В направлении Уже Наверное Будет Инсолинса Это у нас И семьяки Плицы Плицы Но Здесь Знаете Есть Интересный Такой Нюанс В нем Присутствует Некоторая Горечь За счет Даже Не знаю За счет Каких Нот Не помню Я знаю Что Здесь Есть Фиалки Есть Сладкий Горошек Который На старте Он себя Очень Хорошо Так сильно Проявляет И Действительно Сладкий Он Даже Будет Более Наверное Приторный Чем Инсолинс Но Все Таки Тут Есть Необыкновенная Такая Присущая Именно Только Этому Аромату В отличие От Инсолинс Какая Горечь Которая Как Тоже Разбавляет Если Инсолинс Это Красный Ягл Это Возможно Малина Может Кликва Брусника Не знаю Придает Какую-то Кислотность Разбавляет Излишнюю Принтерность В данном Случа Это Конечно Какая-то Горьковатая Терпкость Не знаю Что Здесь Ее Дает Но Оно Есть Оно Чувствуется Хотя В целом Они Действительно Мне кажется Об одном И том Но В то же Время Они Абсолютно Разные Не могу Сказать Что Плиц Плиц Кот и Парфюм 2013 Года Но В то же Время Они Абсолютно Разные Но Оба Прекрасные Это Действительно Замечательные Великолепные Шикарные Фиалки Так Следующий Аромат Джон Гальяно Классический Вот такой Прекрасный Флакон Великолепный Ну Здесь Уже Фиалка Дополнена Нотами Ириса Да И вообще В принципе Вы знаете Как бы Сложно Брать Именно Было Отбирать Именно Фиалковый Аромат Потому Что Фиалка Ирис Это Вот Таких Два Компонента Которые Не всегда Идут Бок О бок Рука Об руку Да Так Скажем Потому Что В принципе В парфюмерии Нота Фиалки И нота Ириса Создается Из Похожих Компонентов Иононы Да Вот Они Называются Там Альфа Гамма Бета Там Гидроионы И прочее Но У кого То Больше Именно Фиалкового Профиля У кого Больше За счет Друг друга Подчеркнуть Какую-то Одну Из этих Составляющих Или Гармонично Сделать так Чтобы было Как бы И то И то И всего Потихонечку И понемножечку И вот этот аромат Он как раз Именно об этом То есть Здесь есть Ирисы И фиалки И Древесные ноты И Потрясающий Ладан И много-много Альдегидов Кстати То есть Альдегид Такой-то Цветочный Я не знаю Восточный Темный Драма То есть Аромат Драма Аромат Каких-нибудь Не знаю Театров Пыльных Вот этих самых Портьеров Наверное Называются Эти самые Шторы Театральные То есть Это вот все Именно про театр Про какой-то Такой вот Декаданс И в принципе Сам флакон Об этом говорит Но при этом Все это на тему Прежде всего Именно вот Фиалково Ирисовых Таких вот Нот Скажем так В окружении Всего-всего Что я сейчас Перечислил Ну и конечно же Потрясающий Ладан Красивый аромат Обожаю Люблю Жалко что у меня Всего у нас 40 мл Ну я думаю Так как у нас Ароматов Много Мне его надолго Хватит Далее Булгари Пурфам Это тоже Фиалки Ирисы Желтые цветы Персики Ну в принципе Это в целом Пудровый аромат Его можно отнести Именно вот К такому пониманию Как Пудровые ароматы И я конечно Пользуюсь не так часто Например Как вот Этими ароматами Потому что они Хоть как говорится На тему Фиалок Ирисов Но они Ну их сложно По крайней мере Для меня Вот так Прямо скажу Это такой вот Женственный Какой-то Пудровый аромат То есть Нет Они в принципе Будут Оптимально сидеть Как на женской Так и на мужской Коже А вот Пурфам Все таки Он достаточно Такой вот Пудровый аромат Это В целом Знаете Вот такой Пуховка Какая-нибудь Пудреница В которой Была пудра Или может На данный момент Насытена Вот именно Сухая Пудра Такая С таким вот Интересным Именно фиалково Ирисовым Персиково Каким-то Таким вот Мимозным Что ли Звучанием То есть Прекрасный Красивый аромат Также у нас Есть еще Волгаре Ирисудор Но там Самой фиалки Нет По крайней мере По официальной Пирамиде Да Но там Есть Нота Листа Фиалки Хотя в целом Они очень Очень похожи Если у вас Например Есть Ирисдор То в принципе Можно обойтись Без Пурфам Если же У вас есть Пурфам То соответственно Можно обойтись Смело Без Ирисдор В общем Прекрасный Красивый Действительно Женственный Аромат В тему Косметички Наверное В которой Лежит пудра Или она может быть Просыпалась Эта пудра И вашу косметику Все эти вот Карандаши Каялы И помады Запачкала Этой пудрой Следующий аромат Фоли Руж От бренда Пьер Рико Или Как на фраграмтике Пишут ID Parfums Фоли Руж Это аромат На тему Опять же Такие вот Пудровый аромат Сладкий аромат То есть Если говорить Про Булгари Пурфам Он например Все в меру То есть Я не могу сказать Что он сладкий Или бритерный А вот Фоли Руж Он уже действительно Такой сладкий Можно даже Наверное Обозвать его Наверное Слащавый Или Ну то есть Ну сладкий Достаточно Сладкий аромат На тему Фиалок Риса Потому что Рис Оно в парфюмерии Тоже часто Передают Именно такую Как бы Пудровую ноту И Также Я помню По Официальной пирамиде Даже на сайте Пишут Что там Какая-то Помада Ну То есть Аккорз Какой-то Помады И на самом деле Если пофантазировать На самом деле Помада Здесь Есть Чувствуется Именно такой Восковый Какой-то Помадный Оттенок Но все-таки Для меня Миссия Это В плане Если говорить Помады То это Прям Вообще Номер один Будет Среди всех Форматов Которые я знаю И здесь Тоже В принципе Есть нечто Похожее В целом Он даже Для меня Чем-то Похож На Красную Москву Но Менее Конечно Пряный Менее Древесный И Менее Ретро Скажем так Все-таки Это более Современное Облегченное Звучание На тему Наверное Таких Ароматов Как Красная Москва Или Коти Лериган Если кто Знакомился С этим Ароматом Они В принципе С Красной Москвой Даже Больше Похожи Это как Знаете Две Так Скажем Две Сводные Сестрицы Одна С русскими Корнями Другая С французскими Так Дальше 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 Ну и Напоследок У меня Сейчас Осталось Четыре Аромата Где Фиалка Присутствует Но Ее Уже Роли Ну Скажем Так Не Особо Значительна Там Наверное Даже Будет Больше В Пудру В Парфюмированная Вода Также Есть Туалетная Вода Но Я решил Парфюмированную Воду Здесь Помимо Фиалок Есть Большое Содержание Ирисов Гелиотропа Который Тоже Несет Собой Пудровую Ноту Вроде Немножечко Анис Тоже Есть Он Пудровый Пудрово Цветочный Древесный Сухой Пыльный Про Такие Ароматы Обычно Многие Пишут Что Бабушкин Сундук Вещи Пальто Какое Нибудь В общем Вещи Которые Уже Покрылись Огромным Слоем Пыли И на них Когда-то Были Нанесены Духи Подобного Направления Это Звучание Не модное Не свежее Не хочу Сказать Что он Старомодный Что он Ретро Бабушкин При Особым Желании При Определенном Подходе Если Создать Какой-то Определенный Образ Он Вполне Может Уместен И сейчас В наши Дни Я Сам Лично Пользуюсь Им С огромным Удовольствием Но Люблю Пользоваться Им В прохладные Утренние Часы Весной Или Прохладное Лето Потому что В какую-то Слегка Морозную Но В то же время Весенне Летнюю погоду Утром Открывается Потрясающе Для меня Этот аромат Мне всегда Напоминает Сцену Из произведения Булгакова Мастер Маргарита Когда Маргарита Летела На метле На тот самый Шаваш Прилетела Именно Поутру В ночь Поутру На Озеро Вроде бы Отечественных Пудровых Цветов От Ирица Фиалки Гелиотропа И капельки Алиса Так далее Давайте поговорим Немножко Про Рансе Дона Еще одна Красота В которой Фиалка Заявлена Но Здесь Она Совершенно Скажем так Не несет Собою Главную Солирующую Роль Это Скорее всего Аромат Про Герань Про Персики В целом Напоминает Мне Немножечко Алюр Классический Шанель Но Все это Разбавлено Припудрено Именно Ирисово Фиалковыми Нотами Которые Очень хорошо Чувствуются Именно В шлейфе То есть Не Когда ты Сам В этом Аромате Например Если Карина Нанесет На себя Этот аромат Я в шлейфе Прям слышу Такую Прекрасную Фиалковую Ноту Такой Фиалковый Пудровый Шлейф Потрясающе Великолепный На фоне Вот именно Терпкой Кстати Герань Очень такая Терпкая Она В данном Случа Здесь Герань Разбавляет Всю Излишнюю Сладость Приторность Какую-то Пудровость Герань И чуть-чуть Наверное Даже Персик Персик Он придает Какой-то Легкой Свежести Водянистости Аромат Прекрасный Аромат На тему Герани Персиков И Похожих Таких Сочетаний Как Алюр Но Это еще Так же Добавлено Фиалково Ирисовыми Ноутами Прекрасный Аромат Самсара Герлин Здесь Помимо Ирисов Фиалок Есть еще Корень Ириса И вот Он Наверное Даже Больше Чувствуется Корень Ириса Или же Корень Фиалки Вообще Вроде бы На самом деле Это корень Фиалки Но почему-то Называют Корень Ириса Это Отдельный Компонент То есть Это Не Иононы Которые Я Вперед Рассказывал У меня Например Есть Оривон Не помню От какого Производителя Не знаю Есть ли у других Производителей Наверное Все таки Есть свои Корни Ириса Либо Используют Натуральные Компоненты Что Прекли Но Здесь В общем Больше Чувствуется Корень Ириса Сандал И желтые Цветы Но Это Тоже Слегка Припудренное Слегка На тему Ирисов Фиалок Но Прежде всего Конечно Этот аромат Он Цветы Про сандал Про корень Ириса Про Кто-то Даже Слышит В нем Помаду Я Помаду Не слышу Для меня Этот аромат Ну Знаете Ну Я тоже В принципе Не один раз Говорю На своем Канале Для меня Это Если Вы Знаете Где-нибудь Идете Смотрите Как говорится Не под ноги А в небо Неожиданно Спотыкает Спадаете Лицом Об асфальт И у вас Идет Кровь И Когда Она Застывает Запах Крови Вот Именно Такой Слегка Застывший Запах Крови Для меня Самсара В некоторой Степени Даже Как-то Про Это И Знаете Самое У меня Больше всего Порадовало Что это Не я Один Слышу То есть На фрагрантике Многие Люди Тоже Отмечают Что Есть Нем Такой Акцент В сторону Каких-то Таких Моментов Ну И Последний Аромат Как раз Таки Вот Мужской Где Есть Лист Фиалки Фиалка Шафран Ут То есть В направлении Кстати Многие Отмечают Фаренгейт Ну Наверное Я соглашусь В некоторой Степени Потому что Здесь Большое Как бы Вот Такое Добавление Листа Фиалки На фоне Слегка Кожистых Нот Потому что Фаренгейт Насколько я помню Он про Фиалку Про лист Фиалки Про кожу В данном Случай Здесь вместо Кожи У нас Шафран Ссылки Именно К Фаренгейт Но Он Конечно Полегче Попроще Помягче Ну В принципе Грамот Прекрасный Фиалка Здесь тоже Помимо листа Фиалка Здесь тоже Чувствуется Но это Обыграно Именно Так скажем В мужском Ключе Что Кстати Опять же Возвращаясь К началу Много Видео Фиалку Можно использовать Не только В женской Парфюмерии Но и в мужской Парфюмерии И она Также Звучит Очень Прекрасно Элегантно Великолепно В общем Прекрасный Красивый Любимый Мною Аромат Пользуюсь Конечно Не так часто Потому что Он у меня стоит В самом углу Я про него Очень часто Забываю Надо как-то Расслабляться Продавать По нашей коллекции Оставлять флаконов 20 от силы И его в том числе И тогда точно Ни про что Не забудешь Также хочу Снять отдельное видео Про ирисцевые ароматы Если вам Вдруг будет интересно Обязательно Пишите свое мнение И впечатление В комментариях Если вам это надо Да если нет То конечно Не буду даже Как говорится Заморачиваться И делать подобную Подборку Потому что Некоторые из этих ароматов Я думаю Туда тоже перейдут В общем Пишите свое мнение Свои впечатления Все как всегда Любите ли вы фиалку Не любите За что не любите Или за что любите Также оставляйте в комментариях Всем спасибо за просмотр Ставьте лайк Если вам это видео Понравилось Подписывайтесь На канал До скорых встреч Пока